Спортсменки, активистки и, наконец, просто красавицы. 11-классница Губкинского лицея Анна Коева и 9-классница 4-й школы Анастасия Проценко. Постоянные участницы разных городских мероприятий. Сегодня глава города Андрей Гаранин встретился с активистками в молодежном центре «Современник» и торжественно вручил сертификаты. На вручении сертификатов и подарков были мамы девушек. Очень большая гордость за нее и радость, конечно, радость. Это только ее достижение. Она сама стремится к этому, она молодец у меня. Везде первые места по лыжам. Легкая атлетика, все первые места, грамоты, медали. Дома уже переполнила все этими грамотами, медалями. Молодец. Программу поддержки талантливой молодежи в округе запустили в этом году по инициативе губернатора. Ребята, активисты патриотических движений, участники и победители всероссийских и региональных проектов, слетов и конкурсов награждаются культурно-познавательной поездкой в Севастополь. Анна поедет в Крым за активное участие в региональном проекте «Перспектива». Это профильный проект для ямальской молодежи. Во время смен подростки проходят военно-спортивную и туристическую подготовки, сдают нормы ГТО, совершают прыжки с парашютной вышки, участвуют в конкурсах и творческих мастерских. Я активно принимала везде участие и старалась как-то выделиться из всех ребят для того, чтобы получить эту поездку. Мне кажется, за спортивные больше, много участвовать, достигать цели, которые ты поставил себе. Ну, еще много чего. Помимо спортивных побед, Анастасия отличилась в окружном проекте «Безопасное колесо». Своими достижениями девушки заслужили эти награды. Теперь, как говорят наставники молодежного центра «Современник», «Держись, Севастополь!» Аня и Настя едут к вам. Девчонок ожидает интересная и увлекательная поездка. Малахов курган, музей Черноморского флота, панорама обороны Севастополя, Херсонес Таврический. Елена Канина, Денис Гимб, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова